Итак, ваш прогноз на 2020 год. Я должна сказать, что прогноз очень хороший. Да, были проблемы январь-февраль, апрель, май, июнь захватило, причем и проблемы со здоровьем, и подводило подсознание, и мышление, то есть вообще вы не понимали, что происходит. И вот август. Вот вы знаете, вот все просто прекрасно. Немножко будут какие-то финансовые потери у вас где-то с числа 19 августа и где-то по 24. Я бы вам не рекомендовала в этот период, возможно, делать какие-то покупки. Вполне возможно, что это могут быть какие-то платежи. У вас будет график, и вы будете по им пользоваться. Красное – это негатив, зеленое – в плюсе. Если там вообще ничего нет, светло, значит, это могут быть ситуации разные, как хорошие, так и плохие. Ну, конечно же, надо себя держать в каких-то рамках приличия. Единственное, что хочу отметить, ноябрь-декабрь 2020 года, первая строка, там немножко – это то, как вы реагируете на окружающую среду, ваша собственная воля, ваши отношения. Ну, немножко будет здесь не совсем хорошо вы будете себя ощущать, как бы. Ну, здесь завязаны деньги, здесь завязано партнерство, седьмая строка, и вторая – это деньги. Здесь завязаны какие-то, скажем, поездки, может быть, иностранцы, может быть, какие-то вопросы с наследством могут быть. Ну, что-то такое может быть задействовано. Что касается пятой строки, а это у нас любовь, это игры, это связи, это дети, здесь у вас как раз всё неплохо, очень даже неплохо. Ну, есть какие-то такие, такая дымка, какие-то, ну, не может же быть, чтобы всё было хорошо. Ну, где-то что-то будет проявляться, но это всё мелочи. А сейчас я пройдусь более, как сказать, подробно. Итак, моя хорошая, август месяц. Вообще с июля, с июля двадцатого года по сентябрь месяц, я бы сказала, даже не по сентябрь, а по октябрь. Вот полностью по октябрь месяц, вообще всё прекрасно. Вообще всё прекрасно. Здесь уран по отношению к солнышку, а уран – это мужчина, а солнышко – это вы. Во-вторых, уран – это планета воздуха, это планета неожиданностей, это, то есть, все знакомства, которые в этом, с июля месяца, я вам говорю, да, а он именно пришёл к вам 2 июля, ну, здесь таких я не вижу ситуаций, что будет брак или ещё что-то в двадцатом году, но это имеет место быть, что некое что-то может быть. Так вот, все знакомства, которые происходят в этот период, носят, скорее всего, случайный характер, и, конечно же, редко бывают продолжительными. Поэтому здесь надо будет, как вам сказать, ну, сохранять холодную голову, чтобы вы не попали в... Ну, я не вижу там, что там есть какие-то потери или ещё что-то. Август месяц, вообще здесь энергия, здесь ваша планета-покровитель ещё с Марсом, а он даст энергию, он даст позитивные какие-то мысли. То есть, вы понимаете, здесь сделки будут, и успех, всё, что будет происходить, будет зависеть от других и будет приносить желаемую некую финансовую прибыль. То есть, всё должно быть хорошо. Это период наибольшего резонанса с жизнью, с настроением и, прежде всего, на какие-то новые великие дела. Это период, когда вы будете действовать интуитивно и, прежде всего, даже подкреплять будете это всё какими-то духовными шагами. Ну, возможен интерес к религии. То есть, ну, вообще всё прекрасно. Ну, вот просто всё прекрасно. Мыслительный процесс работает. По здоровью всё прекрасно. Хороший период для... Ну, вот почему-то есть указание. Хороший период для вмешательства, химиотерапевтического вмешательства. Психа, скажем так, для встреч с психологами. Ну, в частности, вот я вам даю. Я думаю, что этого вам будет достаточно. Здесь есть пиковая вот ситуация. 30 августа, около 7 вечера. Кстати, это тот период, когда вы можете, например, заняться лечебным каким-то голоданием, читать какие-то молитвы. Но единственное, что не лазьте по вот этим сайтам каким-то, не занимайтесь эзотерикой такого чистого вида, потому что у вас есть интерес, у вас есть некие знания, и вас к этому тянет. Ну, хотя я не исключаю того, что в процессы, например, будут вмешиваться более какие-то материальные носители, ну, материальные блага. Хорошо переносить наркоз, если вдруг потребуется какая-то ситуация. Например, ну, можно назначить плановую операцию, госпитализацию хорошо пройти. Кстати, очень хорошо, хороши для вас в этот период водные процедуры. Но именно поэтому, вот если есть действительно какая-то ситуация, потому что я же ведь делаю с августа месяца и дальше. Период очень хороший. С июля месяца 2020 года прекрасный период. Практически до середины декабря 2020 года вообще все прекрасно. Это могут быть лечебные какие-то, водные процедуры, все, что хотите. Единственное, что здесь у вас повышается интуиция, хорошее видение происходящего вокруг вас. Вы можете разобраться в отношениях с близкими, любимыми и даже с врагами каким-то образом. Ну, то есть вы не должны дать себя обмануть. В семье, в личных делах, вероятно, какие-то неожиданные происшествия, какие-то туманные обстоятельства, которые, тем не менее, не поставят вас в тупик и не застанут врасплох. Возможность конструктивных преобразований в семье и в личной жизни. Я потом еще посмотрю судьбоносные ситуации и вам тогда скажу. Это по сентябрь месяц. Вот единственное, что здесь идет, может быть, здесь этот просто аспект, он дает, что химиотерапию, там еще что-то, займитесь своим здоровьем, займитесь своим таким, знаете, внешним видом, может быть, голоданием, там еще где-то что-то. Октябрь месяц. Вот это по сентябрь и даже занимает серединку октября. Октябрь месяц. Юпитер с Марсом. Юпитер – планета счастья. Марс – энергия. Ну, вы же знак воды, поэтому понимаете, где-то чуть-чуть, то и, может, пошли круги по воде. Но здесь прекрасно. Здоровье, витальность высокая, повышение воздействия энергии увеличивается. И, знаете, вот такой внешний облик начинает меняться, то есть вы начинаете светиться. Ну, в хорошем смысле этого слова. Пиковая дата есть у вас 23 октября, но здесь 3 часа ночи. Ну, по-любому 23 октября, например, с 14 октября он пробудет по 30 октября. Очень хороший период. Вообще, такой период наблюдается дважды в жизни в течение 12-летнего цикла. И здесь можно, например, какие-то пресс-конференции, то есть что-то где-то в профессиональной сфере можно менять. Возможно, карьерное продвижение. То есть, возможно, или же решать юридические вопросы. Можно получать консультацию, можно обращаться в суд. Но единственное, что для суда, смотрите, чтобы у вас была вторая строка, хорошо выглядела, это деньги. Дальше, третье, это мышление, понимание ситуации. Далее, восьмая строка, это суды, это недвижимость, это налоги, все, что связано. Это даже экстремальные ситуации, если хотите, даже смерть. Ну, а двенадцатая, это изоляция. Это даже, знаете, как отношения с органами власти. Это тот же карантин. Ну, а седьмое партнерство. Если там все совпадает, почему бы и нет. Но это не просто какой-то кусочек вы выбрали, чтобы обратиться в суд. А должен быть некий такой кусок, отрезок времени, период, который будет это все решаться. Хороший, очень хороший период. Это и прилив сил, и энергии, и походы, и пикники, и все, что хотите. И это период, именно в этот период можно достичь мирного урегулирования многих личных и семейных проблем. Это хороший период, когда можно решать проблемы. С 30 октября и по 25 ноября. Так, сейчас я гляну, сейчас я гляну, что ж у нас тут такого может быть. Так, по ноябрь. Здесь немножко будет, знаете как, это тот период, как говорится, когда судьба дает шанс. Потому что будут какие-то траты. И вообще этот шанс вы можете использовать в таких хороших целях. Почему? Потому что, если будет позитив, настроенный, оно и будет так. И в целом деньги в октябре у вас будут. И вообще там немножко по работе, 10 строка будет чуть-чуть хромать. И в любовных отношениях там непонятно, как оно будет проигрываться. Но здесь еще у вас, знаете что, корни, дом, семья. Вот именно, ну там немножечко будет какой-то кусочек, который, да, да, будет каким-то образом решать эти вопросы. И таких сильных противоречий я не вижу. Судьбоносных каких-то крахов я тоже не вижу в этот период. Здесь будет все прекрасно. Самое главное, что в этот период, особенно там, где все светлое и ничего нет, ну, как я говорю, да, что когда просвет, ну, здесь желательно, вообще надо на позитив. Только на позитив. Декабрь месяц, да, здесь будут проблемы по реакции, вашей реакции на окружающую среду. То есть то, как вы реагируете на окружающую среду. Это, знаете, даже есть, иногда бывает некий такой, как запах человек имеет. И здесь, конечно же, будет идти некая проработка. Ну, вот, например, начало декабря. Здесь это такой аспект очень сложный. С 1 декабря по 3 декабря пик будет 2 декабря. Где-то около 6. Это солнце в квадратуре с солнцем. Конечно же, здесь можно допустить любую ошибку. И самое интересное, что здесь может проиграться все, что хотите. Нервозность, плохое настроение, снижение самочувствия, потеря бдительности, понимаете. Я почему говорю, что любое. Потому что состояние здоровья будет, ну, не совсем хорошее. Плохое настроение, снижение самочувствия и потеря бдительности. И самое главное, что поддержка со стороны людей. Текущие болезни какие-то могут проявиться. Но именно благодаря психосоматике. Поэтому здесь надо будет. Это небольшой период. Я бы вам его рекомендовала даже прожить каким-то образом, может быть, уходя от любых каких-то взаимоотношений. Потому что это не самый лучший период для партнерских отношений. А со 2 числа у вас еще тут в квадратуре солнце с луной приходит. И пиковая ситуация стоит 3 декабря. Ну, около 2 часов. Ну, это, конечно, по луне здесь, конечно же, сложно. Это и по здоровью. Самое интересное, что здесь будут трудно складываться отношения в семье. Возможны конфликты, возможны скандалы. Возможно, расторжение любовных отношений. Имейте в виду. То есть будет происходить тяжелое разочарование. Поэтому очень хорошо, что вы как бы знаете уже, и вы мне написали, что есть мужчина и так далее. И здесь это тот период, когда надо включать мозги, то есть холодный ум. Ноги обязательно надо держать в тепле, а вот ум или голову надо держать в холоде. Насладитесь этим. Тянет ради бога. Но поставьте блокировку, понимаете. И здесь еще у вас будет идти вероятное противостояние с детьми, взаимное непонимание, протест с их стороны, против вашего родительского авторитета, влияние. И здесь надо отказаться даже от каких-то таких посиделок. А давайте посидим, а давайте поговорим. Поэтому это наихудшие, я бы сказала, может быть, даже дни именно этого полугодия. И они могут проиграться намного раньше, уже с ноября месяца. Но 1, 2, 3, 4 числа, затем 7, 8, 9, есть пиковые такие ситуации, где вы будете вести себя некрасиво, где вы будете, агрессия будет, во-первых, подсознание, 9 строка. И вот это все будет, конечно, ну вы рыба, вы не сможете в себе держать. Вам, вы будете крутить, 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 а потом как разродитесь, то, конечно, как говорится, хавайся в бульбу. Ну вот надо как-то до числа 9, ну включая 9, себя поставить в жесткие рамки. Вообще дальше все прекрасно. Вы знаете, что у вас будут встречи, не переживайте. Просто не переживайте. Что касается 31 января, то здесь солнце с солнцем. То есть хороший период, важные деловые. То есть вообще, кстати, можете продвинуться по карьерной лестнице, получить премию, подарки. Причем этот аспект приходит 31 декабря прямо в 7 утра. И все прекрасно. Свежесть ума, ясность. Единственное, конечно, что здесь Сатурн будет с Нептуном, они, конечно же, дадут. Это может быть и заболевание костно-мышечной системы, лихорадочные какие-то жизненные обстоятельства. Это период душевного дискомфорта. Ну вы представляете, что такое духовность и пьяный Нептун. А духовность это совершенное отсутствие. То есть это начало внутреннего кризиса, который придет где-то числа 23 декабря. Ну вот 24-25, ох, какая я несчастная, со всеми переругалась. 19-20 декабря в выходные дома и поругалась, и помирилась. Ну, понимаете, да? Вот так, как может рыба. Траты могут быть 30 числа. Причем даже могут быть траты, знаете как, некая туманность. Я бы вам не рекомендовала тратиться, потому что, ну и здесь еще есть вероятность, ну вот с 23 декабря проигрываться может уже 29, 30, 31 чувствоваться может быть. Это опасность заражения. То есть это может быть, ну вот опасность заражения, это может быть инфекция, это может быть какое-то заболевание, но здесь еще есть и может быть спиртное, или же другие какие-то наркотические средства. Ну, может быть что-то, какую-то таблетку выпьете, может быть еще что-то. Поэтому я хочу сказать, что здесь еще может проявиться возникновение каких-то редких труднодиагностируемых заболеваний. Но прежде всего здесь психика, возможно даже припадки, и прежде всего, что здесь есть указания на злоупотребление спиртным, даже или употребление наркотиков. Ну, выбирайте, что хотите. Кстати, может начаться запой. Имейте в виду, и этот запой может быть с последующей абститенцией, как-то правильно сказать. То есть, что может быть даже понадобится выведение. Ну, я думаю, что, слушайте, вы это дело кончайте, потому что я вам уже сказала, ну а что делать? Мужичок, окажется, может быть, нравится, тянет, ну и понаслаждайте, поиспользуйтесь, попользуйтесь им так же, как он пользуется вами. Что еще? Во-первых, здесь неудачное время для каких-то оздоровительных поездок, для морских путешествий, для водного закаливания, для всего, что касается жидкости. Как злоупотребление алкоголем, так и обычную воду надо будет, как вам сказать, ну, смотреть не то, что там много, соблюдать, а может быть даже где-то чуть-чуть недопить, как говорят, да? Может быть, минералку попробуйте. И это неблагоприятное время для госпитализации. Это период духовных, душевных терзаний, самообмана. Это поиск неких доверительных и щедрых чувств. Ну, во-первых, у вас есть знания, и через вот эти страдания, через вот это все, оно, конечно же, будет проигрываться. И самое главное, что здесь вы будете искать кому-то, кому пожаловаться. То есть вы захотите с кем-то поделиться. То есть склонность к душевным удовольствиям, уходом в себя. То есть, ну, уход в себя понятен, да? Сто грамм, и я такая бедная, несчастная. Это может быть шантаж, это вовлечение в какие-то действия, даже, может быть, криминального характера. Неудачное время для торжеств, для бракосочетания, помолвки, особенно подписания брачного контракта. Имейте в виду, что, в принципе, может быть, вы этого и не заметите. Почему? Потому что, а мало ли вдруг, потому что вдруг раз и, ну, предчувствую, понимаю, но вот я его люблю, отдай-ка я ему все отдам. Ну, и дура. Ну, и дура. Поэтому это время не подходит для крещения, венчания, для какого-то брать какие-то на себя, я не знаю, как их правильно даже называть, аскезу брать на себя, что вот, если я там то-то. То есть ни в коем случае нельзя ни в чем не клястись, клятвы и так далее. Вообще отправляйте все нафиг, и тогда будет Новый год. Как говорят, здравствуйте, пошел нафиг с Новым годом. Вообще прекрасно, у вас 31 числа приходит солнышко. Это был 2020 год. Удачи!